Наша лампочка работает, никакого драйвера нет, никакой печатной платы нет, только одни светодиоды, но все, работает. Приветствую всех на канале, сегодня опять светодиодная лампа, но есть проблема у светодиодных ламп. Это вот, посмотрите, наличие вот таких опасных элементов, как электролитический конденсатор. Емкость этого конденсатора 47 микрофарад, а напряжение питания всего 50 вольт. Вот так из Китая нам поступают светодиодные лампы. У меня уже был случай и неоднократный, когда эти лампочки возгорали. Почему? Потому что перегревается наш электролитический конденсатор, вскипает электролит, взрывается все это тело. И вот сама оплата, тоже мне подсказывают люди, что она сделана типа гетеканса. Гетеканса, или как его называют, то есть это бумага, по сути дела, спрессованная, то есть представляет огромную опасность с точки зрения возгорания. Ну и все остальное, части, тоже являются так опасными. То есть, вот страх ставить такие лапы дома, да, с точки зрения пожарной безопасности. Поэтому возникла вот такая идея крамольная, обойтись без печатной платы опасной, да, без этих элементов тоже, конденсатора всяких, вообще без ничего, тогда нечему будет взрываться и гореть, да. То есть, собрать такую светодиодную лампу без печатной платы, без драйвера, вот, на одних светодиодах. Вот у нас светодиоды, продаются они в интернете недорого совсем, то есть нам дешевле обойдется, если покупать только светодиоды. Ну и резисторы, без них не обойтись, это только ограничивающие. Давайте попробуем, нам бы, вопреки традиции, сделать светодиодную лампу без печатной платы и без драйвера. И что из-за диода последовательная, и подобрал резистор. Резистор должен быть таким сопротивлением, что ток, проходящий через светодиоды, составлял не более 18-20 миллиампер. Но лучше всего 18 миллиампер, это оптимальный ток. Больше ток будет, светодиоды ярче светиться не будут, просто они будут больше потреблять, быстрее сгорать и так далее. Поэтому лучше 18 ампер, самый оптимальный ток. Включаем на 12 вольт, вот у нас 12 вольт, здесь у нас показывает мультиметр 17,4 миллиампер. Яркость их не очень достаточно высокая, и в то же время оптимальный ток потребления. Вот так мы соберем нашу ленту из светодиодов, 20 групп по 3, то есть 60 светодиодов и еще понадобится 20 резисторов. Сопротивление опытным путем определил 150 Ом резистор. Резистор этот не обязательно брать мощный, почему? Потому что падение напряжения, чем меньше сопротивление, тем мощность рассеивания требуется меньше, да? Потому что падение напряжения на нем меньше. Нам понадобятся сейчас светодиоды 60 штук, плюс резисторы 150 Ом 20 штук. Мощность этих резисторов 0,25 и даже можно меньше, в принципе, это не страшно. Мы будем спаивать светодиоды в ленту, вот сейчас я покажу как. И получатся длинные ленты, 3 светодиода резистор, 3 светодиода резистор, 3 светодиода резистор. Очень просто. Соединяем всегда плюс-минус, плюс-минус, то есть длинный с коротким, длинный с коротким. Длинный, короткий вывод. И вы не ошибетесь, это да. Спаял я довольно-таки быстро такую ленту. Через каждые 3 диода припаял по резистору 150 Ом. Вот и вся схема, в принципе. Тут быстро замжимные колодки и сетевая вилка. Все. Вот такая у нас простая схема. Давайте ее включим и посмотрим. Напоминаю, 60 светодиодов. Вот все работает. Все работает. Преимущество такой схемы в том, что нет у нас опасных элементов, таких как электролитический, например, конденсатор и диоды. Тоже представляет определенную опасность. В том же смысле, что электролит может вскипеть и взорваться. Может вспыхнуть элементы, схемы и так. И создаться пожар. К сожалению, у нас не всегда люди выключают свет, уходя. Допустим, на сутки, на ночь оставляют в офисе и так далее. В этот момент может произойти возгорание светодиодной лампы. Поэтому мне нравится больше. Вот схема более простая. Она более безопасная. Дешевле, естественно, обходится. Вы скажете, вот есть недостаток, который сразу заметен. Мигание. 50 Гц. Вот помните, лампы накаливания тоже мигают. 50 Гц с частотой. Можно это обойти, не нарушая красоту этой схемы. Что сделать? Еще одну такую ленту спаять и ее обратно подключить. То есть, если это идет плюс-минус, то наоборот идет в другую сторону. Тогда вот эти мигают светодиоды. А, замирают. Те загораются. Поэтому в целом получится нормально. Конечно, и яркость уменьшается. Но тут уже решать каждому. Выход можно еще для тех, которым важна яркость. Заключается в том, что применить диодный мост. Если диодный мост поставим, то уже исключим вот это мигание. Ну и еще лучше поставить после этого конденсатор. Но это уже схема с проблемами, как говорится. То есть, опасные. А мне нравится вот схема безопасной. Вот такая жуткая на вид получилась у меня лампочка. Это, естественно, бутылочка из-под воды. Вырезал, туда вставил. Термоклей универсальный выручает всегда нас. Ну и вот так все. Никакого драйвера, никакой печатной платы. Только одни светодиоды. И все. Вот. Посмотрим, будет работать. Вот эта лапочка. Это ленту свернул. Колечко очень быстро. Видно, что термоклеем все залил. Вот. И вот посмотрим, будет у нас с лампочкой это гореть. Да. Эта наша лампочка горит. Вот. Светится, мигает, моргает. Как говорится. То есть, вот она рабочая. И светить, в принципе, неплохо. Единственный недостаток – моргание, да. Но его исправить можно. В принципе, можно светодиодный мост поставить. Значит, или же, как я думаю, сделать еще одну такую же ленту. Светить, но подключить в обратной полярности. И тогда, когда, значит, потухает эта лента, та загорается. И моргание не должно быть особого. Вот. Тогда вообще будет еще ярче лампочка. Но, в принципе, как говорится, хорошо. Но самое главное – это, что эта лампа, такая схема, очень безопасна. С точки зрения того, что не страшно ее оставить, допустим, в подъездах и так далее. То есть, не произойдет возгорание. Потому что, если в случае какого-то это, какой-то светодиод из 60, обязательно перегорит. Ну, поэтому дальнейшее. Ну, и горит, в принципе, и тут особо. Ну, естественно, вот это сделано только для экспериментальной цели. То есть, взятый вот этот горючий материал. Ну, на практике можно, конечно, придумать что-то другое, более основательное, которое имеет такое противопожарное свойство. Спасибо за внимание.